Еще один участник, вернее участница из Москвы, Александра Довгань, ей 10 лет. Александра учится у педагога Мира Алексеевны Марченко в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Эган Себастьян Бах, орал из кантата номер 147, обработка Майри Хесс, Машковский, Уладось, этюд номер 6. Продолжение следует... 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 Все-таки в этом возрасте эти несколько лет играют большую роль в развитии молодого пианиста. Но в данном случае Александра уже играла совсем не в своем возрасте. То есть возраст уже как будто бы не имел значения. И слушали, и оценивали, я думаю, и коллеги, и я по-серьезному. Очень-очень много хорошего и в звучании Баха, «Jesus bleibt meine Freude», и это все-таки слышны голоса, слышна полифония. И этюд Машковского все-таки очень впечатлительно сыгран. Конечно, даже при моих 12 баллах можно сказать, что не стопроцентно все было. И в левой руке некоторые нотки убегали или очень умно пропускались. Но в любом случае это была живая, музыкальная, интересная игра с хорошим звучанием рояля. Спасибо большое. Передаем слово Яне. Ну что ж, зададим таки этот вопрос. Мир Алексеевна, а вы довольны выступлением? Я очень довольна, потому что у нас сегодня такое строгое жюри. А мы оцениваем, как сейчас правильно было сказано, очень маленьких детей разного возраста. Я рада, что Сашу так тепло приняла публика. Для нас это очень важно. Видите, сколько у нее поклонников в ее юном возрасте. И на ней, конечно, огромная ответственность играть в своих стенах. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, очень ответственно. Я довольна, потому что этот маленький человечек может так много в свои 10 лет, что, в общем-то, я отношусь даже к этому конкурсу не как к конкурсу, а как к очередному этапу в ее развитии. И если нам удастся сыграть замечательно так же хотя бы на втором туре, я буду счастлива. Александра, а ты как ощущаешь? Сейчас ты продемонстрировала свой максимум или ты можешь лучше? Ну, не всегда нужно лучше. Не всегда нужно лучше? Всегда нужно лучше. Вот это подход. Скажи, а когда ты играешь, ты играешь для кого-то? Ты представляешь себе чей-то образ, какой-то адресат? Для кого ты играла сейчас? Я играла просто для публики, чтобы порадовать людей. Прекрасный ответ. Спасибо. Удачи. Спасибо большое. Мы приглашаем на сцену следующего учебника.